МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центральным событием нынешней недели, безусловно, станут выборы главы Республики Башкортостан. Сегодня последний день, когда законом допускается агитация за каких-либо кандидатов. И именно этой агитацией я буду заниматься практически всю передачу. А чтобы вам не было скучно слушать пустопорожные агитки, сделаем так. Порассуждаем о качествах каждого кандидата, его партии и резонах голосовать за или против этой партии и этого кандидата. Начнем с опроса. Потому что именно опросы населения в предвыборный период дают хоть какое-то представление о том, насколько поддерживают люди того или иного кандидата ту или иную партию. В этот раз у нас практически не было никаких опросов, по крайней мере, в публичном пространстве. Возможно, Федеральная служба охраны традиционно и проводила какие-то измерительные мероприятия общественного мнения и так далее, но они засекречены и о них мы не узнаем. А вот официальные источники, всевозможные башинформы и всякие сельские телеканалы типа БСТ вообще не публиковали никакой статистики. Я повторю, это достаточно необычно, потому что, как ни странно, с технологической точки зрения статистика – это тоже избирательная технология, и существуют так называемые, например, установочные опросы. Эти опросы не имеют ничего общего с реальной действительностью, однако они декларируют избирателю, например, что 143% готовы голосовать за дорогого Радия Фаритовича, например. То есть какой-нибудь такой опрос публикуется, и в неокрепших умах части избирателей появляется ощущение того, что вопрос уже решен, и вот 143% проголосуют за, например, Хабирова. Как ни странно, политтехнологи Хабирова не додумались даже до такого простейшего шага, как установочные опросы, и их не было в публичном пространстве. Ну, отчасти это и хорошо. Мы проводили свой опрос в социальной сети ВКонтакте, и я объясню, почему. Во-первых, ВКонтакте – это самая разнородная общность людей, а разнообразие представленных социальных слоев, гендерных групп и всевозможных профессиональных сообществ – это, конечно, залог хоть какой-то достоверности для любого опроса. Безусловно, наш опрос не претендует на стопроцентную достоверность, репрезентативность и так далее. Однако, почти полторы тысячи человек поучаствовало в этом опросе, и вот результаты этого опроса, которые, собственно, наводят на достаточно интересные мысли. Господин Хабиров по результатам двухнедельного опроса набирает 37,53% голосов. Сразу же за ним, как ни странно для многих, идет Владимир Барабаш, который набирает 19,84%. Третье место в этом опросе – представитель КПРФ Кутлугужин – 12,59%. Сразу же за Кутлугужином, как ни странно, идет представитель «Яблока» мадам Гайсина с результатом 11,06%. И дальше результат кандидата становится уже даже не двузначным. Господин Сухарев – 6,99%, господин Кадыров – 6,36%, Владимир Кобзев – 3,94% и замыкает эту восьмерку. Безусловный аутсайдер по всем параметрам – господин Игнатьев «Справедливая Россия» – 1,69%, что, собственно, есть некая статистическая погрешность. В этом опросе, в результатах этого опроса, есть несколько странностей. Во-первых, ну, по крайней мере, на первый вид странности. Во-первых, место госпожи Игайсиной, четвертое в этом списке, абсолютно неестественно, и потому, конечно, надо бы порассуждать, почему так получилось. Но это я отношу к некой интернет-активности ее сторонников в группах обманутых дольщиков, которые тоже получили этот опрос и которые там тоже поучаствовали. То есть тут есть некая, так скажем, разбалансировка результата, и я не отношусь к нему всерьез. Наиболее достоверные, на мой взгляд, результаты в этом опросе у господина Кутлугужина – 12,6%. У Владимира Барабаша, как бы это ни было парадоксально, потому что вот замеры активности в соцсетях, в интернете и в медийном пространстве показывают о том, что именно Барабаш вызвал наибольший интерес у электората, у избирателей, причем интерес разного рода, я имею в виду, на разных площадках, в разных сферах и в разных средах. Вот. Хабиров показал результат 37,5%, и на мой взгляд, это действительно отражение реальности. Плюс-минус 5%, скорее плюс, чем минус. Действительно, Хабиров очень сильно потерял электоральную привлекательность в последние несколько месяцев, и, казалось бы, достоверные 70-80%, которые были у него с полгода назад, безусловно, превратились сейчас в 35-40%. Каким образом господин Хабиров собирается выигрывать в первом туре, а именно подобное намерение он демонстрировать всем своим видом и всем своим поведением, мне не до конца понятно. Я не хочу предполагать пока о криминальной сущности этих намерений, имея в виду подтасовки на выборах, но 37,5% – это действительно критически мало для так называемого лидера предвыборной гонки. На мой взгляд, 7% Сухарева – это примерно то же самое, о чем договорились Хабиров с Жириновским, когда он первым приехал в республику еще в 2018 году, и примерно столько, наверное, получит ЛДПР. Но говорить про Кадырова, Кобзева и Игнатьева всерьез на самом деле не имеет смысла, насколько перераспределяться между ними вот эти вот жалкие цифры, которые показывают опросы, даже предполагать не нужно, распределяться так распределяться. Это, безусловно, и статисты-аутсайдеры списка претендентов, потому время на них тратить не будем. Хотелось бы оговориться заранее, что я лично знаком с шестерыми из восьми кандидатов на пост главы республики Башкортостан, и мне будет трудно быть непредвзятым, потому что знакомство мое с ними происходило при разных обстоятельствах, в разные исторические периоды, и, соответственно, может, конечно, носить окраску личного отношения, но я постараюсь быть объективным. Теперь поговорим об основной теме сегодняшнего выпуска, о сущности партии и их идеологии, и людей, их представляющих на этих выборах. Ну, начнем, как ни странно, с коммунистов. С одной стороны, это простейшая тема, и, наверное, любому здравому человеку понятно, что голосовать за партию, которая является прямой наследницей тех кровавых событий и 70 лет ужаса и террора, которые накрывали нашу страну, бессмысленно, безответственно и неправильно. Однако, как ни странно, в обществе сильна вот эта ностальгия по ушедшему прошлому. Это феномен, который изучают ученые, которые пока не могут объяснить медики и прочее. Прочее, это действительно необычайная вещь, потому что ностальгировать по советскому прошлому, по советскому режиму, в частности, да, а голосуя за КПРФ, это люди, ну, однозначно высказываются в поддержку вот этого страшного дикого прошлого. Тут, конечно, без комментариев, как говорится. Но стоило бы подчеркнуть, что именно господин Кутлугужин, представляющий КПРФ в Башкирии, является одним из ярчайших апологетов самого дремучего, самого такого пасконного коммунизма, который только можно припомнить себе. Он всегда этим бравирует, он рассказывает, насколько он вышел родом из этих советских времен, насколько он, значит, коммунист плоти от плоти этой партии и так далее. То есть, ну, для меня всегда была загадкой, как можно голосовать за вот то, что уже стало, ну, очевидным кошмаром для нашей страны. И, конечно же, я стою на позиции, что голосовать за коммунистов ни в коем случае нельзя, даже в пику, там, например, Хабирову, которого вы не хотите избирать, вы не хотите видеть на посту главы республики Башкортостан. Далее в моем списке либерально-демократическая партия, ЛДПР и Иван Сухарев. Конечно, характеризовать ЛДПР вообще очень сложно, потому что партия эта, наряду с тем, что она самая старая политическая партия в России по возрасту, однако историю этой партии можно охарактеризовать кратко и достаточно емко, всего парой фраз. Зародившись как действительно либерально-демократическая партия, эта организация практически мгновенно превратилась в сервисную службу для существующего правящего класса. При том, что ЛДПР было все равно, кому служить. Это могли быть олигархи Ельцина, это могут быть вот эти странные спецслужбисты, составляющие части вот этой диктатуры Путина, которая в основном состоит из всевозможных силовиков и бывших спецагентов ФСБ КГБ. В общем, ЛДПР готова на все, лишь бы остаться в рядах парламентской партии, лишь бы получать там какой-то свой кусок этого пирога. Отмечу отдельно, что достаточно большой бюджет партии ЛДПР формируется за счет неимоверно высоких взносов людей, которые в конечном итоге приходят к власти в регионах, в региональных парламентах и даже в парламенте Российской Федерации. Примерно 50% бюджета этой партии составляют вот эти добровольно-принудительные сборы, а оставшиеся 50% финансируются из государственного бюджета. Это очень важный момент. То есть, если мы хотим говорить о хоть сколько-нибудь независимости партии, мы должны понять, из каких источников она финансируется. В общем, ЛДПР, конечно, не претендует всерьез на главенство Республики Башкортостан. Господин Сухарев выставлен партией на этот пост и, в общем-то, не занимает никакой активной позиции, кроме призывов к соблюдению политической культуры. Иных призывов от него мы на этих предвыборных дебатах и вообще во всей кампании не услышали. Справедливая Россия и ее кандидат господин Игнатьев. Тут вообще практически не о чем говорить, судя по тем рейтингам и тем откликам избирателей, которые есть у Справедливой России теперь в Башкортостане и господина Игнатьева. В частности, 13 лет существует эта партия в политическом пространстве Российской Федерации. Я уже сбился со счета, сколько раз переквыркнулась и в воздухе переобулась эта партия, меняя свою позицию. То она поддерживает Путина, то она вдруг как-то так не поддерживает Путина, то опять ей дали по шапке, и она опять всех поддерживает. На мой взгляд, подобное поведение политической силы максимально дискредитирует ее в глазах избирателей. И только люди, которые только сейчас обратили внимание на какую-то партию, могут быть очарованы ее вот этими желтенькими агитками. На самом деле, конечно, особенно в Башкортостане партия «Справедливая Россия» столько раз меняла свою позицию. Помним, что она там то была под Игом Хабирова, там всяких вот этих Шигмуратовых и так далее. Теперь ее там перепродали какому-то другому человеку. То есть он там закрыл ее долги, и этот человек, значит, теперь тоже каким-то образом на нее влияет. Помним, что этот человек, который приобрел долги этой партии, вообще не состоит в этой партии. Избирался от совершенно другой партии, а зато господин Игнатьев, его сотрудник. Ну, в общем, и так далее, и так далее. Настолько запутанная, глупая и какая-то, на самом деле, жалкая история партийной организации в республике Башкортостан однозначно дает сигнал избирателям не отдавать голос за эту партию, потому что это просто бессмысленно, на мой взгляд. Партия «Патриоты» и Рафис Кадыров. На мой взгляд, это самая трагическая история в вот этой избирательной кампании. Сердце мое разрывается, глядя на Рафиса Кадырова. Честно признаться, мы неплохо с ним знакомы. Я никогда не испытывал негатива к Рафису Фаизовичу, но в данном случае сейчас я просто как бы прошу, пожалуйста, не надо голосовать за партию «Патриоты», хотя бы потому, что она элементарно провалила эту избирательную кампанию, сделав ставку на какую-то непрекращающуюся истерику в любом мыслимом и немыслимом пространстве, куда попадает господин Кадыров. Я, честно скажу, разочарован. И больше мое внимание никогда не будет потрачено на партию «Патриотов» и лично господина Кадырова. Партия «Яблоко» и совершенно необъяснимым образом выдвинутая этой партией Зульфия Гайсина, хотя, возможно, и объяснимым. Безусловно, что сама по себе партия «Яблоко» вполне воспроизводит судьбу вот этого несчастного фрукта, который отвалился от дерева, закатился под лавку и уже давным-давно там гниет. Никакого нормального, естественного интереса эта партия давно уже не вызывает у избирателей, потому что, ну, по сути, она перестала участвовать в политическом процессе. Время от времени пять или шесть членов этой партии собираются около памятника жертвам политических репрессий и пытаются воспроизводить былые времена, когда партия «Яблоко» действительно чего-то стоила и пахла ароматно, а не так гнилостно, как сейчас. Ну и, безусловно, как всякий гниющий фрукт, партия «Яблоко» привлекает любого проползающего мимо, «Червяка», которому с удовольствием предоставляет возможность покопаться в собственных внутренностях. В общем, вот так вот образно я попытался охарактеризовать ситуацию с этой партийной структурой, которую структурой-то назвать, наверное, нельзя. Да и, собственно, и то, что происходит с этой партией в целом. Голосовать за мадам Гайсину нельзя категорически. То, что она прямо в прямом эфире получает из рук своих прямых конкурентов должности и назначения, самым наилучшим образом характеризует цели и задачи этой дамочки, которые она преследует в политическом процессе. Кроме всего прочего, говоря о Гайсиной и «Яблоке», наверное, надо сказать, что основной лозунг, с которым мадам Гайсина пришла в политический процесс, я имею в виду борьбу за интересы обманутых дольщиков, именно эта история, именно этот кейс и был благополучно похоронен в процессе политической борьбы. И к концу политической избирательной кампании госпожи Гайсиной эта тема перестала вообще, в принципе, интересовать и ее избирательный штаб, и на этом не делается никакая ставка. Судя по всему, наверное, взаимностью ей ответят и дольщики, потому что итоги ее, в кавычках, работы по защите этих интересов, ну, наверное, стали очевидны для всех дольщиков, и они среагируют должным образом. Усилим комизм ситуации и поговорим о Владимире Кобзеве, который позиционирует себя в качестве кандидата, блогера, Кобзона и его партии «Пенсионеры за социальную справедливость». Если бы не странная, необъяснимая задумка политтехнологов в Белом доме выдвинуть этот персонаж на политическую арену, то никто бы и не узнал о существовании подобной партии, и тем более о блогере Кобзоне. Но в воспаленный мозг политтехнологов Белого дома Уфы вот эта все-таки мысль влетела. Я много раз говорил о том, что предполагаю о том, что вообще Кобзев был поставлен в эти выборы. А, кстати, он единственный человек, который не отрицал того, что он не знает, как собирались его подписи. Например, подписи муниципальных депутатов, которые голосовали за, там, ну, опять же, в кавычках, голосовали за мадам Гайсину, они уже были вот опровергнуты звонками журналистов «Эхо Москвы», и там было подтверждено, что никто не помнит, что за нее поставил подписи. А вот Кобзев честно сказал, я не знаю, как собирали подписи, этим занимался не я. Так вот, задумка политтехнологов Белого дома была, на мой взгляд, такова. Выдвигаем на передний план какого-нибудь блогера, и он собирает вокруг себя всех вот этих вот странных людей, которые пасутся в интернете и обезопасит, как бы, этих людей от протестного голосования против Хабирова. Задумка, прямо скажем, так себе, а реализация и тем более не очень-то. Кобзев в большей степени скорее отпугнул вот это интернет-сообщество, потому что его, ну, обычное штатное поведение, которое было теперь транслировано в формате избирательной кампании, иначе как недоумение у нормального человека вызвать не может. Наверное, бессмысленно обсуждать, надо или не надо голосовать за Кобзева. Конечно, не надо, потому что это, на мой взгляд, все равно, что выбросить какую-то полезную хоть чуть-чуть вещь в мусорное ведро. Я имею в виду голос каждого избирателя. То есть нужно поискать получше себе кандидата, нежели вот эта бессмысленная техническая фигура. Ну и остаются два кандидата. Это два человека, которые заняли верхнюю строчку в нашем опросе. Господин Хабиров и Владимир Барабаш. Я намеренно оставил их на финал этого обсуждения, чтобы дать максимально исчерпывающую характеристику и тому, и другому, и порассуждать, почему нужно голосовать за того или другого, или не нужно. Вообще говорить о партии «Единая Россия» в цензурных выражениях чрезвычайно сложно, но я постараюсь удержаться в рамках приличий. Как говорит один мой знакомый, только слепо глухонемые штурманы дальнего плавания, наверное, не поняли еще сущности этой партии и ее роли в политическом, экономическом и прочих процессах внутри Российской Федерации. По сути, конечно, партия жуликов и воров, которую таковой можно называть по решению одного из московских судов, не является полноценной партией. Скорее, в моем представлении, это некая корпорация, в которую люди, организации, компании, политические фигуры попадают, входят, исключительно преследуя какие-то конкретные, чаще всего корыстные цели, и реализуют свои возможности. Корпорация это за последние годы показала жителям нашей многострадальной страны, как можно использовать власть, деньги и политические возможности, исключительно для нанесения всевозможного вреда экономике, социальной сфере страны и так далее. Пенсионная реформа, мусорная реформа, реформа образования, реформа медицины, все то, что является болевыми точками в Российской Федерации и в Башкортостане сейчас, это прямые результаты деятельности партии «Единая Россия». Именно эта партия инициировала все вот эти ужасные, разрушительные и смертельно опасные изменения, которые сейчас идут или уже завершились внутри Российской Федерации и, естественно, на территории Республики Башкортостан, все это дело рук партии «Единая Россия». Все видные, заметные хоть сколько-нибудь злодеи на политическом пространстве, на политическом поле в России и в Башкирии – это выходцы из партии «Единая Россия», не являются исключением господин Хабиров. Идя на избирательный участок и пытаясь решить для себя вопрос, за кого голосовать, главное, что нужно делать, это помнить, что Радий Фаридович Хабиров – представитель партии «Единая Россия». И он хочет того или не хочет, он будет продвигать те идеи, те концепты, которые эта партия несет в наше общество. Вот это, пожалуй, главное, что нужно понимать, делая выбор 8 сентября в избирательной кабинке или где вы там будете голосовать. А теперь, собственно, агитационная часть моей сегодняшней программы. Абсолютно понятно, что агитировать я буду за Владимира Барабаша. И я постараюсь объяснить тем, кто сомневается в своем выборе, кто его еще не сделал, почему стоило бы проголосовать за Барабаша, а не за кого-то другого. Очень много было разговоров о том, спойлер Барабаш, не спойлер Барабаш, дали ему возможность выдвинуться на этот пост или он сам смог и так далее. Отбросив в сторону вот эти разговоры и эти предположения, хотя бы потому, что сейчас уже нет смысла об этом говорить, я бы отметил следующее. Голосовать за Барабаша нужно хотя бы потому, что он один-единственный из кандидатов задекларировал необходимость перемен. Никто другой об этом не говорил. Голосовать за Барабаш нужно потому, что он один-единственный кандидат, который опубликовал свою программу. Остальные не потрудились этого сделать по разным причинам. Кому-то было нечего сказать, кто-то стыдился, может быть, партийных установок той партии, от которой был выдвинут, ну и так далее. Барабаш единственный человек, который проводит свою избирательную кампанию на собственные средства, на свой страх и риск. Так что, в принципе, наверное, этих оснований для людей, которые предполагают, что что-то не в порядке в нашей стране и в республике, и что-то нужно менять, я предполагаю, что этих оснований будет достаточно. Ну и в принципе, я лично убедился в добросовестности подходов Владимира Барабаша во время избирательной кампании. Во многом я увидел искреннего человека, который действительно знает, как многие вещи нужно привести в порядок и очень переживает за то, что это не делается. И я открыто и напрямую призываю прийти 8 сентября на избирательные участки и отдать свой голос за Владимира Барабаша. Тем самым вы, если хотите проголосовать не за Хабирова, вы это сделаете. Если вам отвратительно коммунистическая идея и вас пугает возврат этого прошлого, вы тоже это сделаете, проголосовав за Барабаша. Собственно, здесь мы даже как-то немножко в унисон с не сильно любимым мною Навальным. Голосование за Барабаша – это будет голосование против того безобразия, которое царило и царит в республике Башкортостан до сих пор. Голосование против того возврата, попытки которого предпринимаются сейчас и маячащие уже на горизонте режим Арахимов 2.0. В общем, против всего этого можно проголосовать, проголосовав за Владимира Барабаша. Теперь поговорим про важную дилемму, которая обсуждается и которая стоит перед многими. Дилемма эта называется «Ходить или не ходить?». Действительно, те, кто в списке восьми кандидатов на пост главы республики Башкортостан не нашел своего кандидата, задаются этим вопросом. А зачем мне вообще идти на выборы? На самом деле, прямого ответа на этот вопрос нет и, скорее всего, не существует, потому что логика того и иного решения, она присутствует, она есть и она достаточно стройная. С одной стороны, если на выборы не ходить, то велика вероятность того, что ваш чистый бюллетень будет использован каким-то недобросовестным образом, избирательная комиссия проявит какую-то фантазию и прочее, и поставит крестик туда, куда захочет. У меня есть все основания полагать, что избирательная комиссия чаще других этот ненастоящий крестик будут ставить в пользу господина Хабирова, а если вы не нашли в себе понимание того, что Хабиров ваш кандидат, то фактически проголосует против вашей воли. С другой стороны, идя на выборы и не видя кандидата, голосуя за кого попало, вы определенным образом увеличиваете явку и, конечно же, играете в пользу тех, кого бы вы не хотели видеть, например, в руководстве республики. Повторюсь, найти ответ на этот вопрос, наверное, невозможно, но я могу дать совет. Все-таки идти на выборы нужно в том смысле, чтобы хотя бы не украли ваш голос. Я поделюсь опытом, это не совет, ни в коей мере это опыт. В 2008 году, когда были выборы президента Российской Федерации, напомню, тогда баллотировался на этот пост Дмитрий Анатольевич Медведев, я не смог решить для себя, за Медведева я или против Медведева. Я просто пошел и забрал избирательный бюллетень в качестве сувенира себе домой. Я точно знаю, что мой бюллетень не вбросили тогда ни за Медведева, ни за кого другого, и хотя бы этим успокоился в тот момент на тех выборах. Это, в принципе, наверное, тоже какой-то из вариантов для тех, кто категорически вообще не хочет ни за кого голосовать. Там есть и варианты как бы и испортить бюллетень, и написать на него что-то смешное. Повторюсь, это не совет, это один из вариантов поведения, на которое, в принципе, каждый избиратель имеет право, и запретить ему поступить подобным образом не может никто. Однако, повторюсь, не совершайте ошибку, не голосуйте за партию «Единая Россия» и ее кандидата, потому что это во многом чревато негативными последствиями, которые мы уже получаем от того, что эта партия находится у руля политической власти. И те, кто проголосует за «Единую Россию», наверное, теряют право впоследствии возмущаться тем, насколько будет ухудшаться и ухудшаться наша жизнь. Помните, что мы отвечаем в конечном итоге все-таки за свой голос, за свое голосование, в том числе мы отвечаем и за свое неучастие, наверное, в выборах, потому что вот эта пассивная позиция, она тоже, наверное, разновидность этой безответственности. В завершение сегодняшнего выпуска не могу обойти стороной вчерашние антидебаты на БСТ. Охарактеризую их исключительно собственными ощущениями, тезисно, кратко и в следующем порядке. Во-первых, что я отмечаю, что Хабиров, который был, безусловно, центральной фигурой на этих антидебатах, как и было задумано людьми, режиссирующими эти действия, не смог ответить на три прямых вопроса Владимира Барабаша. Это было одно из самых заметных событий этих антидебатов. Барабаш задал три прямых вопроса. Будет ли референдум по судьбе Шахан? Будет ли назначена ответственность УГМК за события в Сибае? И будет ли остановлен завод Кроношпан, который до сих пор не введен формально в строй, но который вовсю дымит и изготавливает продукцию, даже поставляя ее на экспорт? В каждом городе, в каждом муниципальном образовании есть своя экологическая беда. В Сибае Карьер, в Стрелетамаке Шаханы, в Уфе Химпром. Вот вопрос, когда власть повернется к людям? То есть вот если вы становитесь 9 сентября все-таки уже без приставки в Рио главой республики, повернется республика к людям лицом? Перестанем мы идти на поводу олигархов и все-таки будем спрашивать людей, что их беспокоит? Будет референдум по Шаханам? Будет помощь от республики в наказании комбината за Сибай? Будет, может быть, наконец-то у нас остановлен Кроношпан, пока они все-таки не введут его полноценно? Вот такой у меня вопрос. По-моему, три я насчитал. Значит, первое. После, как вы говорите, 8 сентября, наверное, каждый из нас предполагает, чем будет заниматься. Я тоже предполагаю, чем я буду заниматься в случае избрания меня. Первое. На данный момент наша команда готовит указ, который объяснит и заложит для нас, для нашей команды управленческой, показатели, каким должна быть республика в 2024 году. Ни на один из этих вопросов Хабиров не стал отвечать. Вот этим, собственно, все антидебаты и характеризуются. Тот балаган, который был устроен Кадыровым, отчасти Кобзевым, наверное, воспроизводить не имеет смысла, потому что, собственно, это была их главная роль. Отмечу, ну, на самом деле, безобразную организацию со стороны БСТ, кроме того, что они вообще не огласили формат дебатов, что является очень важным моментом. То есть люди пришли, не понимая, что там будет происходить, и зрители, включив телевизоры, не знали, как будут происходить эти дебаты, а дебаты – это вообще-то очень заформализованная вещь. Кроме всего вот этого неорганизованного момента, конечно, было довольно неприятно смотреть на ведущих, которые исполняли абсолютно неприсущие им функции. В конце концов, мадам Курильская даже начала сама задавать вопросы, видимо, войдя в роль одного из кандидатов и настаивала на ответах на собственные вопросы. Мне было смешно увидеть, конечно, собственно, кто она такая, чтобы участвовать в дебатах кандидатов на пост главы Республики Башкортостан. В качестве практически кандидата. Ну и вот это вот придыхание, с которым они общались, значит, со своим непосредственным начальником, в прямом эфире, конечно, ничего кроме отвращения вызвать не могло. Отмечу также, что мадам Гайсина получила прямо в прямом эфире уже должность от главы, временно исполняющего главы Республики Башкортостан. Видимо, раздача праздничных слонов началась до окончания выборов. С этической точки зрения, как отметили многие в интернете, это, конечно, выглядело весьма сомнительно, потому что принимать подачку от собственного конкурента, да еще и в прямом эфире, это более чем неэтично. Ну и, конечно, вот эти вот крики и шум гам господина Кадырова хоть сколько-нибудь оживляли это мертвенное пространство вот этого ток-шоу. Хотя, конечно, повторюсь, мне жаль Рафиса Фаизовича. Он сыграл, наверное, свою финальную роль в политической игре. Наверное, все-таки мы больше не увидим Кадырова на политическом поле. И вот этот вот его финал, конечно, был достаточно жалким. Рафиса Фаизовича Рафиса Фаизовича